Уважаемые зрители, вы на автомобильном канале новое шоу Автоботы Лайф, а это ваш любимый автообзор, и я ее ведущий, ваш тоже любимый. И вот у нас сегодня, на сегодняшний день есть такой автомобиль от Ниссан Альмера, и это его хозяин Олег, он нам все расскажет и покажет про автомобиль. Что за автомобиль, что это вообще за Ниссан такой, может, что это вообще, кто это? Короче, здесь все сделано на базе Рено, то есть здесь внутри вся панелька, управление, все это Реношевское, автомат 1.6, ну по комплектации кондиционер ГУР, два передних стеклоподъемника, подогрев передних сидений, вот, в принципе, все. Автомобиль 2014 года, автомобиль, владею, грубо говоря, там около года. Ну, и как, друзья, вы заметили, это уже третий автомобиль, который Олег дает на автообзор, был до этого Рено Логан, и было, что у нас еще? Вольцваген Поло был, вот, а это третий, и, как вы знаете, у Олега есть свой прокат автомобилей, вот, и называется он тип топ кар, смотрите в интернете, гуглите, муглите, там, и все такое. Вот, что хочешь о нем сказать? Был он в авариях каких-то жестких? Ну, слава богу, пока не было. А в Котске какие-то есть? Ну, вообще, Котсался? Да, вот человек поехал на Генеральский пляж, здесь вот он поднял, ну, здесь, вернее, было выдрато, там, снизу защита, и был оторван этот, как он называется, блин, уже забыл. Бампер. Бампер, да? Да. Ну, видимо, до этого здесь машина билась, потому что вспотело окно, стекло. Ага, видно, да. Вот, поэтому, скорее всего, вот это менялось, и там что-то билось. Вот, ну, по истории я смотрел, то есть, там не сильно понятно, то сильно она была ударена, не сильно, пока, слава богу, вот, все работает, все едет, никаких там приколов. Ну, здесь я вот только менял, что я менял, помпу, ремень, ГРМ, ролик, что еще у меня, а, патрубок у меня. Здесь у меня, получается, стоит газ, тоже прикольно, очень экономично. Давай, сейчас все открою, покажу. Газ для такого автомобиля, это вообще супер-пупер. А сколько бензина, если хава, это, ну, у тебя аж газ и бензин, правильно? Ну, значит, грубо говоря, если, там, вот, брать до Феодосии, у меня рублей 500, это бензин. Угу, 10 литров. Да, если газ, это, ну, там, рублей 250-300. Гораза меньше, да? Да. Вот, получается, они тут на колхозе, или вот это вот стоит электроника, вот здесь вот так вот сделали всякие патруби, то есть, вот этого не должно было быть. А, это именно газ, да? Редуктор стоит, да. Все, баллон газовый они поставили в запаску. Он круглый, да? Редуктор, да. Так, я смотрю, аккумулятор тут серьезный, как на КамАЗе реально, да? Ну, то есть, такой немаленький, да? Ну, да, 12 вольт, 60, ну, может даже сказать, стандартный. Ага. Стандартный, ну, для таких автомобилей. Ну, здесь от завода он идет больше, он вот так вот, то есть, он больше, это уже Мениный. Угу. Слушай, а вот действительно Рено, Рено написано, да? Это все Реношевска, то есть, здесь кузов Ниссановский, Ага. Двигатель, по-моему, тоже Ниссановский, может я ошибаюсь. Ага. Вот. Ну, машина реально, она, блин, здоровая, очень вместительная. Так же, как по Рено, все простецкое, все в доступности, то есть, нет там космических сумм на, там, ступичные подшипники, еще что-то, там, тяги рулевые. То есть, это, ну... Для автопроката, короче, нормальная машина, да? Ну, как сказать, ну, в принципе, да. Ну, как это считается, типа, ну, почти... Ну, она, то, что очень вместительная. Самый дорогой у тебя этот автомобиль, да? Нет, ну, пола. А, еще пола есть, да? А сколько этот в сутки стоит автомобиль у тебя? Ну, снять его на прокат? Ну, сейчас это где-то полторы тысячи. Полторы, а если по сезону? То я не скажу. Не, ну, сколько, тысяча три? Больше? Нет, ну, две, это так. Две тысячи, ну, это нормально, в сутки взял такую машину, погонял. Единственное, габариты, ну, не для каждого новичка, это все... В Ялте в ней, как бы, будет... Да, 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 по городу там не особо поездишь. Ну, тем не менее, можно поездить. То есть, это французы Рено сделали совместно, короче, с японшками. А где собирали, не знаешь? Я думаю, это все Россия. Потому что сейчас, ну, все, в принципе, в России делается. Так, ну, хорошо. Пока не закрываем, может, заведем давай, чтобы зрители послушали, как двигатель звучит. А мы сейчас посмотрим. Во, вообще шепчет, да? Это на газу сейчас? Это где-то бензин. На газу она будет примерно так же работать. Ну, чуть-чуть бом-бом-бом. А слушай, а на газу тяга вообще... Да так же, я... Да, да. Еще там меняется, все едет нормально. А сколько сейчас газ стоит, не знаешь? Примерно хотя бы. Может, где-то 27-25. В два раза дешевле, короче. Ну, где-то так, да. Ну, классно оно, короче. Сколько, ты говоришь, литровый он сколько? Двухлитровый? Нет, здесь 1,6. 1,6 такой огромный автомобиль. Нифига себе он красавчик. Ну, потому что он сам огромный, поэтому... Ну, да, да. Прекрасно. Ну, и цвет, я смотрю, цвет у тебя... Как называется цвет? Без понятия. Какой-то синий металлик, прям шикарнейший, такой блестящий цвет. Мне очень нравится. Так, колеса у тебя обычные, да? А есть летние какие-то, ну, другие? Я имею в виду, диски есть хорошие, да? Да. Это просто ты, потому что на зиме. Потому что на зиме смысл, как бы, ставить там дисками. Лето, да, там уже идет с литыми дисками, именно, ну, с ниссановскими родными. Ну что, пойдем в салон, посмотрим, что у тебя в салоне. Давай багажник, да. Давай салон, салон, вот это вот важно. Вот смотрите, друзья, мы сейчас ехали два больших человека, два огромных человека, ехали сейчас на передних сиденьях. А сзади тут еще столько же остается места. Но я сейчас не буду сюда присаживаться, потому что только помыли машину, да, почистили, вот, поэтому, чтобы не испачкать. Но места достаточно много. Так, ну и вот багажник. Багажник тут, конечно, великаша такой. Огромный багажник. Давай, что там, посмотрим твой баллон. Интересно, вот на него сможем мы? Вот такой вот круглый баллон, да? Да. Красота. Ну, как будто запаска. А запаска тут? Ну, как бы не сильно удобно, конечно, то, что приходится запаску сюда. Вот, но... Круто, круто. Экономишь на бензе. Прекрасно. Все, пойдем в салон, посмотрим по этим, по опциям. Ну, тут динамики можно. Смотри, вот тут, короче, на веслах идут, задние идут на веслах. Почти вся комплектация. Музыку выключать? Ну, музыку, чтобы за монетизацию не сняли, да. Я тогда не буду даже сюда ногами заходить, потому что... Отсчет заходить. Давай. Вот это что? В первую очередь меня вот эта штука интересует. Что это такое? Это антирадар. А, даже так? И что он работает? Все работает, да. Где там какая-то камера, где стоит тренога, сразу пищит. Я скидываю скорость. Да. Ну, это и хорошо, если у тебя снимают в аренду автомобиль, да, может пока заглушить, вот, если не хочешь. Вот, и у тебя штрафы не приходят потом, да? Ну, все равно приходят штрафы, не без этого. Не за это, может, за другое, за разметку могут приходить. Я так чувствую у тебя этот, подогрев сиденья есть, да? Да. Тепленько, да. Так, ну, что тут еще по опциям у тебя, давай? Ну, так же, как Рено, здесь вот, а, точно такое же, да. Да, то есть, передние стеклоподъемники, подогрев заднего стекла, блокировка дверей, аварийка, конгей, режима, куда будет дуть, скорость вентилятора. Куда будет дуть, да. Здесь, значит, переключение на газ, здесь вот машина заводится. Сначала надо, чтобы она прогрелась на бензине, потом включается кнопка газ, вот она загорелась. И поехал на газу, потом выключается все. Здесь, вот они сделали очень удобно, регулировка зеркал. Вот, даже так, да? Да, то есть, здесь вот щелкаешь там направо, вот здесь вот. И вот этим пошел крутить, и... Или этот... Направо пойдешь... Да. Типа того, что, ну, здесь тоже простецкая коробка. Как она называется? Автомат, да? Автомат, здесь, по-моему, четырехступенчатая. Вот здесь вот эта снежинка, это зимний режим, типа машина, как-то она переключается медленнее, становится более устойчивая. Угу. Ну, все. Вот здесь, в принципе, так же, как вот на Логане мы показывали, пипикалка вот тут. Пипикалка, да, вот они ее тут запипикали, да? А еще, ну, еще раз пипикалка. Вообще жесть. Габаритки, ближний свет, дальний свет, это к себе. Ага. И противотуманки. Ага. Все. А сколько сейчас у нее? 128 тысяч километров? Да. Ну, вроде как бы пробег оригинальный. То есть, когда я там ее покупал, смотрел по всем базам. Ну, что ты знаешь, у нас такие уменьши? Ну, да, есть, да, что, может быть. Скручивали, не скручивали, но пока по коробке нормально переключают, без всяких пинков. А что ремонтировал в машине? Ну, я же сказал, что там ГРМ меняли. Ну, а еще что-то кроме этого ГРМа, там, это помпы. По ходовке, там, рулевые тяги меняли, саленблоки, там, этих передних рычагов. Масло в коробке еще не менял, но это в перспективе. А тормозные колодки менял? Нет, еще нет, не менял. Масло в двигателе меняли, там, все фильтра. Так, ну, все, как бы. Так, я смотрю, подушки безопасности две штучки есть. Налога не одна, а здесь две. Ну, как бы это, для меня это, конечно, машинка, мне кажется, такое, похоже на премиум класс. Вот, как вы считаете, напишите в комментариях, что вы думаете об этом автомобиле, Nissan Almera, ну, почти как Рено Логан, только кузов другой. Тут у нас всякие свечи, ты что, свечи собрался менять? Нет, это меняли и, как бы, просто я... Старенькие, да? Да. То есть, поменяли свечи. Магнитола у тебя, это была или что это? Когда я покупал, обычно в Nissan не идет их, как бы, штатная магнитола, она, примерно такая же магнитола идет, там, такие круглые кнопочки, она, там есть специальный код, допустим, если меняете аккумулятор или там какой-то там сбой, ну, сбой там какой-то в машине пошел по электронике, то потом нужно заново перепрограммировать. Магнитолу, от завода идет уже специальный код, если код этот меняется, вернее, теряется, то проблемно потом его достать. Все ясненько, понятненько. Так, ну что, что еще хочешь добавить об этом автомобиле? Вообще, хорошо, твое мнение, стоит ли зрителям, во-первых, ну, понятно, что его арендовать стоит, да, вот, то есть, это, так сказать, твое коммерческое дело, прокат автомобилей, вот. Ну, а стоит ли его покупать, такой автомобиль? Ну, я бы, да. Ты себе бы купил, вот, ну, чтобы ездить каждый день, понятно, что ты на нем ездишь, когда надо, но ты бы взял себе, да, то есть... Как по мне, что все очень простое, все доступное, никаких нет приколов по электронике, то есть, ну, все довольно базовое и простое, не как там Volvo, Audi, Mersey, где там куча электроники, куча кнопочек, если что-то летит, то все машина не едет. Надо каждый раз, там, грубо говоря, при замене масла перепрограммировать машину, то есть, здесь все простое, автомат простой, машина габаритная, багажник тоже, ну, как бы, автомобиль больше семейный. Когда-то можно положить коляску, усадить детей, поставить там детские кресла или убрать кубку. Не, куртка нормальная, это, а вот эти сиденья раскладываются? Здесь, значит, мы чехлы одели, здесь только вот эта часть складывается. Ну, можно, да, сложить хоть чуть-чуть, да, если габаритный такой груз? Все ясненько. Сложить можно. А за сколько ты брал эту машину? Да мы взяли ее хорошо, там с чуваком сторговались где-то за 400 я ее взял. 400 тысяч рублей, да? Да. Друзья, стоит ли это такая машина с таким пробегом, сейчас 128, сколько ты владеешь, говоришь? Около года. Около года. Стоит ли она 400 тысяч? Напишите в комментариях, вот, очень важно ваше мнение узнать. Ну, я думаю, что стоит, да? Вот, ну, единственное, что мне, честно говоря, не нравится, то, что вот эти вот, вот эти вот фишки вот здесь находятся. Это вот прикол этого вот Рено, да. Тебе тоже не нравится? Да это трындец неудобно. Вообще. Жесть, вообще, как тут вообще. Пока надежды. Я вообще магнитолу переключаю, ну, тоже так приходится отвлекаться от дороги. А когда она, допустим, вот эта тема вот здесь на дверях, ну, очень удобно получается. Не, ну, они же потом в Дастерах они поставили, но здесь вот уже в Дастерах есть стеклоподъемники, а тут пока вот... Французы, что можно сказать. Не знаю, в чем прикол вот это все стать. Ну, это же, ну, неудобно реально. Ты ездишь по дороге, тебе надо открыть, и, блин, вот у того. Ага, смотришь. Ты че, что-то вот штуку. Вот, ну... Ты бы рекомендовал вот этот автомобиль. Но по сравнению, хорошо, вот если взять Volkswagen Polo, да, 19-го года, и вот этот автомобиль. Этот экономичнее, удобнее. Ну, понятно, что газ... Наверное, здесь она кушает больше. Бензо? Да. Бензо, а газ поменьше. Да. Нет, газ она есть так же, только то, что газ дешевле, поэтому тратится меньше. Вот, ну, Polo по комплектации, ну, лучше. Там и мультируль. Там и вылетом. Да, по вылету, все дела, тут всякие кнопочки, регулировка там, зеркал, подогревы, все складывается. Тут все простое. Вот, то есть это такой, скажем, эконом-вариант, вот. Машина эконом-вариант. Вот. Допустим, по Polo у нее габариты меньше, она более резвая. Здесь габариты больше, она разгоняется дольше. И, ну, допустим, сейчас был снег, я на ней катался. То есть, как бы, гололед, дела пофиг, она машину, ну, как бы, дорогу держит отлично. Тяжелая, да? То, что она по габаритам, ее не шатает, ее не сильно там заносит. Хотя, даже я ездил на летней резине, она уже была там лыса и, блин, ну, нормально. Вот, сейчас, правда, все сменил. Вот. Что еще? Ну, короче, это эконом-машина, а там уже класс, да, там уже класс повышен. Ну, в принципе, Polo и Solaris они в одной категории. В принципе, Solaris там такой же, как Polo. И кузов такой же почти, да? Ну, там плюс-минус, да, там по габаритам. Да. Все ясненько. Ну, что, друзья, тут у тебя сигнализация есть? Нет, вот тут. Нету. А, вот такой прикол. Закрыли, открыли, так же, как было на Polo. Угу. Вот так вот. Сигналку я здесь не ставил, потому что с ней больше хлопот. Вот такого, это, от джигулей, что ли? Я не знаю, мы такую уже брали. Ну, что, друзья, спасибо вам в первую очередь. Хочу поблагодарить за просмотр вас. Вот, спасибо, что посмотрели этот замечательный автомобиль Nissan Almera. Такой шикарный у него вид, у него цвет шикарный. Вот, мне очень нравится. Надеюсь, что он не бит и не крашеный. Можете звонить Олегу. Ссылочка будет в описании на его автомобильный сайт. И, собственно, заказывать у него такой автомобиль. А мы чисто в качестве автообзора для вас, чтобы вы понимали, что это за автомобиль. Вот. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки этому видео. Кому не понравился автомобиль, можете поставить дизлайк. Но это тоже будет реакция ваша, чтобы мы понимали, что вам нравится, что вам не нравится. Пишите в комментариях, какие автомобили вы хотите на автообзор. Вот. И, соответственно, до новых встреч на новом шоу Автоботы Лайф. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.